Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новость «Анапа. Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Пляжи Анапы вне сезона. Арендаторам пляжных территорий стоит работать не только на себя, но и на репутацию курорта. Музыкант со стажем 40 лет в оркестре. Энвер Меджитов играет на трубе в составе духового оркестра с момента его создания. А сейчас обо всем подробнее. Официальный купальный сезон в Анапе завершился 30 сентября. Администрация города-курорта настоятельно рекомендовала всем предпринимателям, арендаторам пляжей освободить территорию и навести порядок в соответствии с санитарными нормами. Кто-то откликнулся сразу, кому-то пришлось напоминать об обязанностях. Подробности в материале Натальи из Мозговой. Ливневые потоки в октябре, штормовая погода нанесли ущерб не только городским улицам и домам, но и пляжам. Городская администрация призвала предпринимателей, арендаторов пляжных территорий привести прибрежную зону в порядок. Даже если сейчас у нас идет межсезонье, у нас всегда есть отдыхающие, они всегда приходят на наши пляжи. Они хотят видеть красивые, чистые территории, красивое море. Они приходят, кормят птиц, они любуются. Но то, что они видят на сегодняшний день, до сегодняшнего дня, это, конечно, приводило в ужас. Они, конечно, делают большое, великое дело, они несут здоровье людям, они делают благо. Но, однако, следить за чистотой и порядком обязаны во всех отношениях. Но не все предприниматели откликнулись. На пляже санатория «Жемчужина» до сих пор грязно. Быстро справились с последствиями непогоды сотрудники предприятия «Объединение курортных услуг». За несколько дней все убрали. Я сегодня объезжала территорию, однозначно, это у нас МОП АКУ. У них просто, можно сказать, на сегодняшний день приближенно к идеальному. Пляжи в хорошем санитарном состоянии. Водоросли убраны, нет мусора. Совсем недавно центральный пляж представлял собой печальное зрелище. Водоросли, выброшенные на берег доски, мусор. Сегодня интенсивно ведется уборка, и мусор почти убран. Выход к морю очистили, привели в порядок. На городской пляж завезли свежий песок и засыпали размытые участки. Комфорт оценили гости Анапы. Олеся Шевелева приехала отдохнуть. Плюс 18 солнечно. Идеальные условия для прогулки у моря. Экзотика для приезжих – возможность покормить диких уток и лебедей. Я впервые здесь. Но я думаю, это не последний раз. Мне нравится Анапа. Анапа – красивый город, уютный. Классное море, отличное. Красивые места, очень красивые парки. Очень много здесь красивого, правда, на самом деле. Следить за территориями пляжей – прямая обязанность каждого арендатора. Чистые пляжи приносят не только хороший доход. Чистота пляжей – чистота репутации и совести арендаторов. Нерадивых предпринимателей, запустивших пляжную зону, ждут решительные меры. Если нас кто-то не услышит и не откликнутся наши просьбы, чтобы убрать грязь, то мы будем расторгать договора в одностороннем порядке, будем подавать исковые заявления в суд. Территории передадут ответственным и хозяйственным собственникам средств размещения, выполняющим все требования санитарных правил, чтобы курорт оставался ухоженным и радовал гостей уютом и красотой. Строительные площадки развернулись на территории двух детских садов – в станице Анапское и в селе Субсех. Дошкольные учреждения совсем скоро прирастут дополнительными корпусами и примут новых воспитанников. Укладываются ли в заявленные сроки строители, выяснила заместитель главы Анапы Людмила Марашова, побывав на объектах. В детском саду номер 42 в станице Анапской строят сразу два новых корпуса из быстровозводимых конструкций. Строители обещают завершить работу до конца декабря. Заместитель главы Анапы Людмила Марашова, курирующая вопросы социальной политики на строящихся объектах, бывает регулярно. Требования городских властей неизменны. Соблюдение сроков и качества. График работ, он выполняется вовремя, да? Почему мы не выходим еще на подключение? Когда вы собираетесь исполнить эти работы? Вы на опцион выходе? Нет, я с ним по прямым договорам. А, вы с ним по прямым договорам. То есть там все будет нормально, да? Да, да. Ага, ладно, хорошо. Вы должны обязательно очень четко следить за вот этим планом, графиком, за графиком выполнения работы. Вот это ваша святая обязанность сегодня. Я это вот как бы отслеживаю все, что они делают. Потому что, смотрите, если они начинают злостно нарушать, ну, я думаю, что этого не будет, да, и я уверена, что этого не будет с данным подрядчиком. Но просто говорю о том, что и ставлю вас в известность о том, что если только они начинают опаздывать, вы имеете право писать предписание. Вообще вы обязаны писать предписание им с выставлением там штрафных санкций и так далее. То есть вот это вы должны будете делать это обязательно. Каждый строящийся корпус рассчитан на 40 человек. В зданиях будет все предусмотрено для комфорта, безопасности и развития детей. Игровые спальни, раздаточный санузел и веранда. Общая смета без малого 20 миллионов рублей. Деньги на условиях софинансирования федеральные и муниципальные. Анапа участвует в программе, предусматривающей сокращение очередей в детские садики. Такой же корпус в этом году построят и в Субсехском детском саду номер 32. В дополнение к этому в обоих детсадах на будущий год запланировано капитальное строительство новых корпусов по единому проекту. Напротив детской стройки «Школьная» в Анапской в школе номер 12 идет ремонт спортивного зала. Впервые за 30 лет. Людмила Мурашова, осматривая стройку, подчеркнула, строительный процесс должен быть на постоянном контроле школьного руководства. Спортзал должен быть готов к концу декабря. 40 лет в оркестре. Энвер Меджитов играет на трубе в составе духового оркестра с момента его создания. В субботу в 18.30 в городском театре пройдет концерт духового оркестра под управлением Валерия Степанова. На репетиции мы познакомились с музыкантами и концертной программой оркестра. За окном уже глубокий вечер. В стена городского театра вечер в Гаване. Заменитый Анапский духовой оркестр репетирует. Через несколько дней музыкантам предстоит последний в этом сезоне концерт. Итоговый, но не просто концерт, юбилейный. С самого первого выступления 40 лет назад и до сегодняшнего дня Энвер Меджитов в оркестре «Самое сердце». Он играл и в эстрадном оркестре, и в духовом оркестре играл. Он разноплановый человек, музыкант. Не каждый духовик, который играет в нашем оркестре, способен отработать сольную программу один. Энвер – это тот человек, который это может. Для нашего города это очень известный, выдающийся человек. Первый инструмент Энвера – Валторна. С 10 класса я начал ходить у нас, где я жил, не было музыкальной школы. Я ездил, тогда назывался «Дом пионер». Я ездил туда, учился, потом поступил в музыкальное училище. Когда Энвер берет в руки свою трубу, зрители перестают дышать. Руководитель, дирижер оркестра Валерий Степанов называет оркестр лечебным, а музыкантов – волшебными лекарями. Музыка способна излечить и физические боли, и душевные. Настроит чувство на мажорный лад. Мне очень нравится, мы гаван играем, баллада была классная, почему-то мы в этот раз не взяли эту. Много вещей, вообще, трудных, классных, просто хочется играть. Для коллег Энвер и друг, и наставник, и педагог. Энвер вообще всегда готов помочь. Мы вот молодые музыканты в оркестре, и чего-то не знаем, он, у него большой опыт, мы часто у него спрашиваем, какой он совет, никогда не отказывает, всегда подсказывает. Но чаще всего его совет – это «Играй, как чувствуешь». Сам играет, как чувствует, и нам, молодым, советует. Специально для Эльберна Минджитова, в честь его юбилея, приготовил специальный подарок. Я не буду говорить, как он называется. Это сюрприз. Это недостаточно простое произведение. Программа концерта насыщенная. От классики до эстрадных и даже джазовых композиций. Здесь, в этой программе, будет только два произведения, которые публика наша слышала. А все будет основное, все новое будет. Страшная душа говит. Хочу играть. А пока музыканты усиленно репетируют. Всего несколько дней осталось до знаменательного концерта. А напчаны гостей курорта приглашают 15 ноября в городской театр. Начало концерта – 18.20. Сотрудники таможенных служб и групп быстрого реагирования встретились на соревнованиях по рукопашному бою. Финал соревнований прошел в спортивной школе номер 10. Армейский рукопашный бой – это обучение приемам защиты и нападения. Такой вид единоборств стал популярным среди служащих спецподразделений. Соревнования проходят в семи весовых категориях с выбыванием после первого поражения. Уровень подготовки участников очень высокий. Собрались чемпионы России, мира, Европы по различным видам единоборств. Соревнования проводятся в соответствии с правилами армейского рукопашного боя. Это очередные мероприятия, проводимые в рамках Федеральной таможенной службы России. Кубок таможенных органов Российской Федерации по армейскому рукопашному бою. Мы прекрасно понимаем, что задачи, выполняемые таможенниками, сопряжены не только с психологической нагрузкой, но и с применением. Порой приходится применять и физическую защиту. Самбой рукопашный бой вошли в жизнь Виктора очень давно. Занимается спортом 16 лет. А самая запоминающаяся победа – Кубок мира 2011 года. Настоящий спортсмен, даже если проигрывает, идет до конца. В тех соревнованиях до конца боя оставалось 3 секунды. Никто не ожидал, что эти секунды станут победными для Виктора. Очень запоминающаяся такая победа была, потому что соперник мой очень хороший был в том плане, что он знал меня, и я знал его. И как бы, когда люди друг друга, соперники друг друга знают, здесь очень сложно питься, драться, но в тот день удача была на моей стороне. Настраиваешься на победу, и такого не должно быть даже в мыслях, чтобы опустились руки. Здесь ты идешь до конца, хоть проигрываешь явно, но надо идти до конца. Удача не отвернулась и на этот раз. Медаль и кубок за первое место в своей весовой категории снова достались чемпиону. В финал выходят одно уровни соперники, люди, и кто из них психологически более подготовлен, тот и выигрывает. На соревнованиях представлено 8 федеральных округов, 68 спортсменов из нескольких городов России. География представлена здесь полностью вся, начиная от Калининграда, у нас ребята с Калининграда, и заканчивая с Калининградом. Так что представлена здесь вся Россия. Ну а традиционно сильными у нас являются команды Южного управления, Северо-Западного, Сибирского. Ну в принципе, как я уже говорил, нет слабых команд. Что может быть лучше чувства, когда ты серьезно тренируешься и потом побеждаешь на соревнованиях? Участники доказали в турнире, каждый таможенник подготовлен на высоком уровне. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. В пятницу 14 ноября в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 13-15, ночью 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме, 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 11 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами вращаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц.